Самой крупной из двух десятков городских площадок, на которых проводили диктант, стала Нижегородская филармония имени Ростроповича. Проверить себя на грамотность сюда пришли около 400 человек. Тотальный диктант пишут везде. Музеи, библиотеки, подводные лодки. Очень много необычных площадок. И мы рады, что именно в Нижнем Новгороде Нижегородская филармония это самая массовая площадка, где сегодня очень много людей. Филармония – это такое масштабное поле и среда обитания. Сегодняшний диктант, я думаю, еще одна из форм нашего должного служения великому и гордому русскому языку. Ежегодная всероссийская акция, направленная на повышение грамотности населения, становится все более популярной. Проверка грамотности добровольная и бесплатная. Списать нельзя. Каждый год текст совершенно новый. Его пишут известные российские писатели. Когда она о маленькой девочке обещала отцу лекарства от смерти, потом летящий по парковым аллеям велосипед. В этом году текст написал Дмитрий Глуховский. На самой большой площадке России филармонии диктует текст писатель, лауреат премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов. Он специально приехал в Нижний Новгород, встретился здесь с почитателями своего таланта и признался, что всегда с удовольствием участвует в этой акции. К слову, именно он был автором текста «Тотального диктанта» прошлого года и помнит, какие ошибки участники диктанта допускали чаще всего. Я вставил слово «скрупулезно». На нем прямо залетели люди. Ну, все же пишут «скрупулезно», а надо «скрупулезно». Еще люди часто ошибаются на сочетании «так же», где писать его раздельно, а где вместе. Вот это вот даже взрослые люди не всегда улавливают. Приехал в Нижний Новгород и один из авторов акции, захватившую уже весь мир. «Тотальный диктант» сегодня проводят более чем в 60 странах. А придумали его 18 лет назад студенты Новосибирского государственного университета. Илья Стахеев был одним из них. Он же и автор самого названия «Тотальный диктант». Его делают очень хорошие люди в разных концах земли, которым нравится русский язык, русская литература. И я очень рад, что из нашей студенческой веселой забавы это выросло в такого большого, классного ребенка. Из-за ограничений места на всех площадках, где проводили диктант, закончились быстро. Проверить себя можно было и не выходя из дома, а просто написать онлайн-версию на сайте диктанта. На самих же площадках в соответствии с требованиями Роспотребнадзора были соблюдены меры безопасности. Пришедшим на диктант раздавали маски и просили садиться друг от друга через одно-два кресла. В этом году я также решила принять участие в написании диктанта. А вот много ли ошибок в нем я допустила, смогу узнать, как и все участники, через две недели на официальном сайте «Тотального диктанта». Наталья Лисова, Валерий Шакуров. Время новостей.